Буквально каждую неделю гомельчане и гости города могли посетить одну, а то и несколько новых экспозиций. Вологодское кружево и дядьковский хрусталь, литографии Пикассо и Анрида Тулуз Латрека, иконы и фотографии, выставки антиквариата, кукол, скульптуры и, конечно, живописи, чего мы только не видели. Впервые в области прошли два уникальных выставочных проекта «Я художник, я так вижу» и «Я Мане, я Шишкин, я Малевич», в которых участвовали любители и профессионалы всех возрастов. Также гомель присоединился к международной акции «Ночь музеев». Она растянулась на два вечера и объединила четыре культурных учреждения. У картины галереи Гавриила Ващенко прошел арт-пикник. Музей истории города гомеля посвятил акцию традициям Китая и Беларуси. В филиале Ветковского музея предложили гостям народные песни и танцы, а во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялся сиреневый бал. Масштабно прошла в областном центре и акция «Библия ночь». Форум книголюбов в этом году пришелся на пятницу 13-е, поэтому его посвятили мистической тематике. Кстати, Центральная городская библиотека имени Герцена отметила вековой юбилей. Именно в Герценке комплектуются книжные фонды всех городских библиотек, создают электронные ресурсы и базы данных. Читательский билет здесь ежегодно вручают 14 тысячам гомельчан. 100 лет исполнилось культурной жемчужине Гомельщины Дворцово-Парковому ансамблю. Он входит в топ-5 музейных учреждений Беларуси и ежегодно его посещает более 300 тысяч человек. Юбилей учреждения отметили международной конференцией, торжественным собранием и серией выставок коллекции музея к столетию музея. Культурную жизнь региона невозможно представить без фестивалей. Год стартовал рождественскими колыбельными, совместным проектом библиотеки имени Герцена и Свято-Никольского мужского монастыря. Флоресцентные танцы, созданные из лучей картины и тысячи огней, подарил гомельчанам 4-й Гомель-Лайтфест. Праздник белорусского шелка «Льняная карусель» в третий раз принимал гостей из России, Украины, Бельгии и Австрии. А в Калинковичском районе прошел 9-й республиканский фестиваль народного юмора «Автюки». Славянские литературные дожинки 2019 собрали 150 участников из Беларуси, России и Украины. Первый международный фестиваль искусств «Гомель-Фест» объединил 2000 участников, которые соревновались в пяти номинациях. Завершился год славянскими театральными встречами. На сценах областного центра за пять дней зрители увидели 10 спектаклей. В рамках фестиваля Гомельский областной драматический театр отметил 80-летие. В этом году он порадовал зрителей такими премьерами, как комедия «Ужин по-французски», венгерский трагифарс «Тот, другие майор», трагикомедия «Забыть гирострата», спектакль «Рыба моей мечты» и мелодрама «Девять белых хризантем». Гомельский городской молодежный театр представил постановку «Повятовый лекар», «Социальный гротеск урод» и «Детектив. Последнее дело инспектора Рафинга». Мозорский драмтеатр на суд зрителей вынес спектакль «Мать» по пьесе Карла Чапека. А в театре «Кукол» юные зрители увидели волшебника изумрудного города. С гастролями к нам приезжали Кишиневский молодежный драмтеатр с улицы Рос, Московский театр «Миллениум» и Белорусский государственный театр «Кукол». Купаловский театр с резонансной постановкой «Радио Прудок» по книге Андрея Горвата посетил регион с полейскими гастролями. В этом году белорусскому кинематографу исполнилось 95 лет. Праздник встречали не только те, кто делает кино, но и те, кто показывает его зрителям. В Гомеле юбилей отмечали в старейшем в стране кинозале, который построили в 1911 году. Недавно он открылся после реконструкции. Оснащенный по последнему слову техники, зал рассчитан на 150 мест. В холле разместился кинобар, а на балконе есть место для музыкантов, которые будут встречать гостей в дни премьер. Кроме того, новое цифровое оборудование в этом году установили и в Мозырском кинотеатре «Мир». Есть о чем вспомнить и любителям музыки. Черниговский академический камерный хорн имени Бортнянского привез в Гомель творческий проект под названием «Мьюзика инкогнито», основанный на произведениях неизвестных авторов. Четвертый раз в областном центре прошел фестиваль джазменов, который объединил около 150 музыкантов из Беларуси. Ко дню единения народов Беларуси и России в колледже имени Соколовского выступил народный артист Российской Федерации Василий Овсянников. С Днем Независимости Беларуси нас поздравляли группа «Тиний толкай» и заслуженный артист России Валерий Сюткин. Также гомельчане открыли для себя фестиваль «Классика у Ратуши» выступлением Art Music Orchestra и солистки Большого театра оперы и полета Беларуси Елены Шведовой. День города на разных площадках выступали ансамбль «Белорусские песниры», столичные группы «Нави-бэнд» и «Дрозды», а еще российская дискотека «Авария» и народная артистка Украины Таисия Павалии. Международный день музыки праздничным концертом открыла 83-й сезон «Гомельская областная филармония». Также в октябре в Гомеле прошел пятый форум классической музыки. Бенефисом отметила 30-летие творческой деятельности заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, художественный руководитель и главный дирижер камерного хора областной филармонии Елена Соколова. Надеюсь, 2020-й принесет нам еще больше ярких впечатлений и незабываемых эмоций. Культурные итоги года для вас подводили Анна Кральчук, Павел Антонов. Специально для программы «Новости недели».